И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейси. Добро пожаловать на Гран-при Монако, седьмой этап в режиме MyTeam в нашей, собственно говоря, карьере не только за пилота, но и за менеджера. Монако всегда интересная, Монако всегда захватывающая, потому что, если на Рига разобьюсь ли я или нет. На этот этап нам, к сожалению, не успевает приехать на обновление, так что оно нам приедет только на следующий этап. И это не факт, что приедет. Главное, чтобы приехал мотор, это самое основное. Программы были выполнены все, кроме квалификационного темпа, он был завален на 22-ю позицию. Ну я такой типа, а, ну хорошо, давайте я буду 22-м, и мы возьмем новую силовую установку как раз, потому что нам элементов до конца сезона не хватит. Но я был очень сильно удивлен, когда я в первом сегменте, с второй попытки, спокойно взял и поставил шестую позицию. Прям спокойно улучшил время, показал его, кстати, очень хорошее время. И во втором сегменте я вообще не хотел даже пробовать софт, по факту. Но я такой типа, ну, в принципе, в Монако тактика софт-медиум можно проехать. Пофиг, давайте все-таки на софте поедем. Я хотел поехать по тактике медиум-софт ближе. Но все-таки на второй сегмент я выбрал ехать на софте. Джордан Кинг 20-й, в принципе. Ах, типичный напарник, надо искать нового, короче. После Австрии будет подписание нового пилота. Я поставил на отслеживание Норриса, я поставил на отслеживание Сайнса и я поставил на отслеживание Реклера. Кого-то из этой тройки я хочу подписать. И это, скорее всего, решите вы в каком-нибудь голосовании, которое, надеюсь, я прикреплю где-то справа сверху. Главное, чтобы не забыл я его прикрепить. Короче, ладно. Второй сегмент, софт. Я пока что 14-й. Я искренне не хотел выходить в третий сегмент. Да, Монако, стартовая позиция важна. Но я понимал, что в третьем сегменте, скорее всего, выше, чем позиция под номером 10 я не заберусь. А вот стартовать где-то 11-м, 12-м было вообще прекрасно. Взять медиум на старт и переть как можно дольше. Может быть, прорваться куда-нибудь в топ-5. Ну, это прям слишком... Чё-то я загнул. Ладно. Завершаем свой крок. Он был с множеством ошибок. Я даже, кстати, поначалу улучшал время Гасли, который на 12-й позиции. Ну и, собственно говоря, я его и улучшил. Поднявшись на позицию под номером 12. И это просто прекрасная позиция для старта. Если учитывать то, что с вероятностью процентов 50 кто-то возьмет впереди штрафы, я могу вообще подняться на 11-ю позицию. И это прям идеальная позиция в Монако. Ладно. Шестой ряд стартового поля. Свежий комплект, тем более, медиум. И, в принципе, давайте посмотрим на полную стартовую решетку, где у нас на пол-позиции, в принципе, ничего удивительного. У нас первый ряд за Мерседесами. Ботос и Хэмильтон. Болеем за Ботоса против Хэмильтона. Ладно. Каждый решает, за кого болеть. Дальше у нас две Феррари, два Рэдбула. Дальше Перес, Риккярдо, Сайнс и Норрис. И, как я и говорил, кто-то взял штраф 11-й. А этот кто-то у нас... Кстати, кто это? Это у нас Стролл. Стролл, который взял здесь в позиции штрафа, он должен был стартовать 9-м. Ну и 20-й Кинг. 21-22-й у нас Рассел и Латифи. Ну, в принципе, Кинг хотя бы кого-то опережает. Меня это радует. Тактика Медиум Хард мог поехать, конечно, Медиум Софт. Но! Используя опыт Формулы Зеро, я понимал, что лучше сделать пидстоп, как только этот комплект умрет. Слил топливо на один круг, и это, возможно, оказалось бы большой ошибкой, если бы не одно но. Но это но будет уже в гонке. А пока что у нас, собственно говоря, старт. Газ ноги стартуют Гран-при Монако. Я стартую прекрасно. Выхожу сразу же на сятою боицу. Ныряю внутрь, но мне не оставляют места. Три в ряд мы едем, меня подзевают. И я все-таки вынужден пропустить. И Рикердо, и Сайнц. Там уже и Норрис пытается куда-то залезть, чтобы меня пройти. Но по внешней траектории я смог удержаться. И все-таки отвоевать позицию у Ланда. Передо мной Сайнц и Рикердо на софтах борются друг с другом. И все-таки они заняли всю ширину трассы. Я нигде их не могу пройти. Ну и тут у нас, когда я пытался их где-то пытаться пройти, они, во-первых, застопили всю трассу. У нас выезжать впервые в сезоне машины безопасности. Я был удивлен. Я сначала подумал, что там произошло. А потом посмотрел в конце гонки повтор старта. И понял, что там, в принципе, да, несколько людей не вписалось немного в шпильку. И тупо начали сдавать вперед-назад, чтобы тупо разъехаться. Ну и давайте посмотрим. Все началось, в принципе, с астрологом. Я посмотрел по контактам. Потом решил я за ним смотреть на старте. Все это, конечно, происходило в конце. Там, в принципе, борьба бок о бок продолжалась. Так же, как передо мной. Но передо мной все вышло чуть-чуть лучше. Никто даже крыло не сломал. А вот позади... Да, да. Там все-таки Ланда Норрис был вынужден оттормозиться. И из-за этого, собственно говоря, собралась пробка и выехал ЭСК. Ладно. На третьем круге нам в конце третьего круга дают нам рестарт. Подрубил все, что можно на рестарте. В принципе, подэкономил топливо. И до конца дистанции я его еле смог выйти... Я смог еле выйти в ноль по топливу. Так что в этой формуле нельзя заливать минус один круг даже. Можно залить, ну, где-то минус полкруга. И то вряд ли. Ладно. На седьмом круге, так мы и ехали провозиком. Я смог атаковать Карлоса Сайнса. Сделал дайв-бом на внутреннюю траекторию. Мега красивый. Мега без контактов даже. Это выглядело прям мега классно. На восьмом круге я уже догнал и Дэна Рикерда, которого я также начал проходить. Ну и, собственно говоря, я его смог пройти на выходе из первого поворота. Был у нас контакт. Я подумал, что я сейчас сломаю крыло, но, слава богу, этого не произошло. Он и пролетел поворот. Мега ребок обок. Мне это напоминает, знаете что? И когда я еще его чуть не убил. Знаете, что мне это напомнило? Да мне кажется, вы все сейчас в комментариях напишите, что это вам напомнило. Но, в отличие от того инцидента, Дэна я тут не развернул. Так что, Арсен Карданов, если ты это смотришь, можно было проехать и так. И я бы не убился. Я просто умал бы крыло. Ладно, Дэна у нас сломал крыло, отваливается от меня уже далеко. Ну а я атакую Переса. Прям очень боялся, что сломаю сейчас крыло, но, слава богу, протезнулся между барьерами и вышел на седьмую позицию. На одиннадцатом круге начинаются пистопы у ТОП-6, которая стартовала с софта. Но стартовали не все. Леклер и два Мерседеса стартовали с комплекта Медиум. Сейчас я запнулся, это, ну да, в принципе, нормально для меня. Ладно, я вышел уже на четвертую строчку. И так продолжалось до девятнадцатого круга. На восемнадцатом заехали те, кто стартовали с Медиума впереди меня. Боттлс, кстати, выехал лидером, это важно. А я заезжаю за хардом на круг позже, и этого харда 100% должно хватить до финиша. У меня было огромное преимущество над Гасли. За Гасли застряли как раз-таки два Рэдбула и Себастьян Феттель, которые с софта перешли на Медиум. И за счет этого я выезжаю четвертым. Как заехал я вторым, так выехал я четвертым. Позади меня Джовенад, с которого скоро пройдет Феттель. Но больше в этой гонке произошло ровным счетом ничего. Феттель ко мне подъехал максимум на шестьдесятых, но потом у него просто умер Медиум. И я от него снова отъехал. Я даже в какой-то момент Кликлеру начал подъезжать, как и Хэмильтону. Вот до чего у меня был хороший темп на этом этапе. А в принципе, чего вы ожидали? Вы ожидали какой-то экшена, борьбы? Прямо колесо в колесо, ролик на 40 минут? Нет, зачем? Это ж Монако. Тут такого не будет. Тут просто гонка от всего видео заняла процентов 30. Остальное будет все распределение ресурсов на следующий этап. В принципе, ни для кого это, наверное, не сюрприз. Но побеждает у нас Вальтери Боттес. Я рад. Я рад, потому что победил не Хэмильтон. Больше того, у нас, да, кстати, дубль Мерседесов. Я думал, что там не дубль, но у нас дубль Мерседесов, да. Опять. Я не помню, сколько уже дублей у Мерседеса. Я точно помню, что в Испании дубля не было. А больше я и не помню. Ладно, у нас показалось бы себя на Федоре, который доехал пятым. Не смог он меня пройти, а я смог с 11 позиции на решетке прорваться на четвертую за счет просто гениальной стратегии и обгонов в начале гонки. Все-таки можно обгонять Монако и без разворотов, да, Арсен Карданов? Ладно, короче, что могу сказать. Вот Хэмильтон достал побеждать, но наконец-то вот хоть кто-то вместо него победил. У Хэмильтона было 6 побед подряд. Но тут, слава богу, появился Вальтери Босс, который смог эту серию прервать. Дальше у нас Баку, опять городская трасса, которая будет очень для меня сложной. Все помнят формулу Zero и Sports League, где за счет меня после Роса потеряли кубок конструкторов. Но тут тоже после Роса, тоже 50% в Баку, но надеюсь, все будет намного и намного лучше. По тактикам у нас выигрышная тактика оказалась Medium Hard, а не Soft Medium. По контактам все тут на первом круге, потому что, собственно говоря, там собралась пробка. У нас единственный сейсом по противне у меня даже, у Джордана Кинга. В личном зачете Албан проходит Ферстаппина, выходит на пятую строчку. Я уже прям вплотную за Рэдбулами дышу им в спину. И мне кажется, я могу побороться за топ-5 в этом сезоне в личном зачете. Кубки же конструкторов мы вообще проходим, Реной выходим на первую позицию в группе B. И на четвертую в общем купе конструкторов. По соперничеству я разгромил Квята, и соперничество, в принципе, закончено на этом. У меня уже шестой уровень пилота, у Джордана Кинга тоже шестой. Ну, а команда медленно, наверное, движется дальше к 10-му левелу, чтобы взять новых спонсоров. Ну и, собственно говоря, распределяем занятия между уикендами. Брал я тут много, я даже не помню, что я брал, потому что я там уже заспойлирую на вперед. Я там, наверное, завтра пройду Канаду. Ролик записывается 13-го числа, так что... Если там вышел патч с новым Мерседесом и т.д., то вот извините, да. Короче, ладно, забил просто все дни на занятия какие-то у пилота или у отдела. Вот так же у нас тысяча ресурсов на кармане, значит, можно взять какие-нибудь обновления. В моторе ничего, опять дело возможностей отдела. Так же еще в аэродинамике тоже ничего не можем взять. А вот в шасси мы можем взять одно мелкое обновление. Что, в принципе, и дело. Нам все равно этого не хватит, чтобы сойти с последней строчки в шасси. Но все-таки, ладно. Так же еще поставил изношенные элементы пока что на практике Канад... Ой, Баку, да. И только на 10-м уровне открывается третий спонсор. Там мы будем его и подписывать. Так же еще, да, как я и говорил, поставил на отслеживание трех пилотов, чтобы когда у них закончились контракты, нам это сообщили. И мы вступили с ними в переговоры. Потому что я очень хочу заполучить Норриса или Сайнса. Прям очень хочу их заполучить. Так же еще у нас пропал как почему-то спонсор с заднего крыла и с передней части машины. И я их обратно добавил. Ну а на этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. И до встречи в Баку. Продолжение следует...